Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных народных новостях. В Слудском районе жители жалуются на то, что в магазинах полки пусты и проблема длится не один день. Сигареты отсутствуют совсем, мороженого тоже нет, торгуют одним чернилом, а книги жалоб у продавца нет. А если в белорусских магазинах купишь кукурузу, то можешь получить горох. В общем-то в Беларуси может быть все, но самое главное, чтобы в магазине оставалось чернила. В городе Борисове продают вот такие вот майки. На самом деле по всей стране распространилась эта зэ-раза, так как она присутствует и на рынках, и в магазинах, и даже шоколадные фабрики стали производить с надписями за автобусы, маршрутные такси, да и в общем-то неадекватные больные водители. Ничего не хочу тут говорить и лечить никого не буду. Но то, что эта надпись уже в некоторых странах признана нацистской, говорит само за себя. Когда-то, через какое-то время, этим людям будет стыдно. А возможно, этим людям придется предстать перед уголовной ответственностью. Ну или как минимум народ их будет порицать. В Витебской области в санитарных узлах туалетную бумагу защищают от воровства цепочкой. Ну, так сказать, экономика растет, ВВП растет, да и Лукашенко страну так поднял с колен, что продавцы вынуждены туалетную бумагу окутывать цепями. Это сюр. Ну, точнее, евроор. Белорусские товары продолжают дорожать. Дорожают они с каждым днем. Белорусская черешня на сегодняшний день стоит 17 рублей. Абрикосы 13 рублей. И клубника 13 белорусских рублей. И знаете, это еще не самые дорогие цены. Мне читатели присылали такие цены, о которых я даже говорить не стал, так как подумал, что ну не может такого быть. Ну, клубника за 30 рублей, разве это нормально? В Беларуси это нормально. Потому что она есть. Так как в прошлой новости я вам рассказывал о том, что сигарет в магазине нет. Скоро даже на рынках будут чернила продавать. Ну, так как это единственное, что точно будет в Беларуси при Лукашенко. Читатель написал нам в Телеграм-бот о том, что ходил по пятому элементу и обнаружил вот такую вот соковыжималку. И все бы ничего, если у вас нет похожей соковыжималки, только произведенной в 50-х годах. Ну, если быть точным, в 80-х. Но в связи с санкциями Лукашенко активизировал старые производства. И начал продавать соковыжималки 80-х, выдавая их за нанотехнологичные соковыжималки. Беларусь возвращается в 19-й век. И это уже не сарказм. Польша на границе с Беларусью построила забор. 148 километров. И это очень похоже на железный занавес. От нашей страны ограждаются. Как бы ситуация не была и какие не были бы причины, это грустно. Я понимаю польские власти, так как они пытаются обезопасить себя от агрессии Путина и Лукашенко. И от того, что будет летом. Так как немного потеплеет, и Лукашенко снова начнет гнать нелегальных мигрантов. И это факт. Польша пытается оградиться от диктатора. Но, как вы понимаете, после смены диктатуры в Беларуси забор за один день не снимается. И все эти последствия управления Синепалова будем разгребать мы с вами. И дай бог нам сил, терпения и веры в наше дело, чтобы победить этого старика. Иначе наши дети это будут разгребать. А чем дальше, тем сложнее. Беларусь страна для жизни, вторит нам по телевизору. Но так ли это на самом деле? Я не буду вам рассказывать, я покажу на конкретных примерах. На просторах интернета сравнивали цены на продукты. Беларусь и Великобритания. Про средние заработные платы я говорить даже не буду. Думаю, каждый из вас прекрасно это осознает. Стейк из свининой лопатки. Цена в Лидл. 15 рублей 70 копеек. В Евроопте 12,29. Куриные крылышки. В Великобритании 5,62. В Евроопте 7,39. Свинина для готовки. В Лидл. 4,66. В Евроопте почти 15 рублей. И все же я скажу про среднюю заработную плату. В Великобритании на перевод в белорусские деньги почти 7 тысяч рублей. Средняя заработная плата в то время, когда в Беларуси средняя заработная плата полторы тысячи рублей. И цены там дешевле. Так что европейцы, видимо, голодают. В Беларуси прикрытники занимаются распилом белорусского бюджета. Они не думают о том, как живут простые люди. Они думают, как украсть побольше и поспать послаще. Рассказывая по телевизору о заботе белорусского народа. И забота эта выглядит вот таким вот образом. Эта лестница, соединяющая два района. Как вы понимаете, соединяет она достаточно плохо. Как и все, что делают чиновники в Беларуси. Что происходит в белорусских колхозах? Я сейчас вам покажу небольшой или даже большой отрывок видео от моего читателя. Посмотрите, что творится на селе. Ну что, июнь месяц на дворе. А в Беларуси уже почалась уборочная. Гляньте. Все уже, валы лежать. Все покошено, скошено. Ой, это получается, азимы покосили зараз. Еще пускают на корм скоту. Нема чем скотину кормить. Там он, отсюда, если не бачено, там стоит комбайн с трактором. Я ну что-то жнусь у прицеп. И отворжусь у силы с на ямке. То есть это нема чем кормить скотину. Еще это робится. В александрийском хозяйстве Шковского района. Но зараз в деревне Трелесино. Там вон Гавараки. Ну, вы бачите, что робится? Все лежит и все это его поли. Вон все, они все покосили тут. О, там вон, там, там вон. Там вон далеко. Тут гектары этой азимы было. Тогда показывают по телевизору, что хлеба нема умирают. Да где он, блядь, будет, если он еще, блядь, скоти не пустили? Ну, вы бачите, что робится? Это просто пиздец. Блядь, при Сталине за три колоски расстреливали. А зиме что робится-то? Блядь, четвертовать заживо или что? Хребкие хозяйственники. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Присылайте свои народные новости к нам в Телеграм-бот. Помните про политических заключенных и родных, и близких политических заключенных. Это крайне важно. Это герои нашей страны. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были свежие, реальные и актуальные народные новости от канала Реальная Беларусь. Специально для вас. Живи, Беларусь! Слава Украине! Пока! Не забудьте подписаться на канал и поставить палец вверх. Это помогает нашему каналу двигаться вперед. Пока!